Рабочая неделя в администрации начинается с планерного совещания при главе Славянского района. Это дает возможность обсудить важнейшие вопросы, стоящие на повестке дня, а также сверить, как говорится, часы, определяя порядок и способы решения проблем. На одном из таких совещаний побывала и наша съемочная группа. Для развития агропромышленного комплекса важны не только поддержка аграрного бизнеса, но и создание комфортных условий проживания на селе. Вступила в действие государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий», которая предусматривает выдачу льготной сельской ипотеки и потребительского кредита. Заявку на получение ипотеки в Россельхозбанк может подать любой гражданин страны в возрасте от 21 до 75 лет на момент полного исполнения долговых обязательств. «Минимальная сумма 100 тысяч рублей. Максимальная у нас, не будем брать Дальний Восток, у нас 3 миллиона рублей, у них там чуть больше. Срок кредита до 25 лет, размер первоначального сноса тоже снизит до 10%. То есть какой-то начал должен был быть. Ставка 2,7% при наличии личного страхования, 3% при отказе личного страхования. То есть на сегодняшний день ставка 2,7% говорит о том, что она ниже, по меньшей мере в два раза, чем вляция денег». Льготная сельская ипотека – хорошая возможность для желающих обосноваться или улучшить свои жилищные условия в станицах, поселках и хуторах. О ситуации в животноводстве района и перспективах развития отрасли доложил исполняющий обязанности заместителя главы Славянского района, начальника управления сельского хозяйства Александр Лысенков. В хозяйствах всех форм собственности поголовья крупного рогатого скота в настоящее время 7550 голов, причем на трех крупных сельхозпредприятиях 3343 головы, в крестьянских фермерских хозяйствах 1082 головы, в личных подсобных хозяйствах 2886 голов, и количество крупного рогатого скота и молочное стадо в прошлом году сократились, в то же время надой радуют. «За прошедший год животноводы района произвели молока 29 448 тонн, мяса 15 794 тонны, производится яиц, в основном частный сектор 24 135 000 штук, крупными хозяйствами района производится 40% молока и 70% мяса, остальная продукция производится малыми формами хозяйствами». Реконструкция ферм и улучшение кормления, заготовка до 30 центнеров кормовых единиц на условную голову позволяют наращивать продуктивность дойного стада. Программа по поддержке сельскохозяйственных потребительских кооперативов, занимающихся животноводством, содействует их развитию. Глава Славянского района подчеркнул, что нужно знать все плюсы и минусы по каждому направлению животноводства, информировать аграриев для лучшего их взаимодействия, чтобы повысить для них экономическую привлекательность этой работы. По итогам прошлого года объем инвестиций в нашем муниципалитете составил 8 миллиардов 707 миллионов рублей. И это отличный результат. В рейтинге муниципальных образований Краснодарского края по содействию развития конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата Славянский район занимает 5 место. В рейтинге складывается и с нескольких показателей, а именно оценка инвестиционной деятельности районов в части, реализация инвестиционных соглашений, оценка деятельности в части формирования единой системы инвестиционных предложений, оценка продвижения муниципального инвестиционного портала в сети интернет, наличие объектов, в отношении которых заключено, или планируется заключение соглашения о муниципальном частном партнерстве и консессионных соглашениях. По итогам 2019 года по объему инвестиций Славянский район занимает 8 место среди муниципальных образований Краснодарского края. Всего за последние 5 лет в районе реализовано 17 крупных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 9 млрд. 323 млн. рублей. В числе крупнейших инвесторов Славянск Эко, агрофирма Садгигант, Славянский комбинат хлебопродуктов. Роман Сенеговский подчеркнул, что в муниципалитете стараются создать максимально благоприятные условия для инвесторов в плане подбора площадок и подведения необходимых коммуникаций. Как губернатор нам всегда ставит задачу стараться развивать более маржинальные отрасли, более рентабельные, чтобы окупаемость была. То есть мы образом притащили коммуникации за миллион рублей, да? Через два года получили этот миллион рублей в виде налогов. Выгодно, выгодно. Они тут же отбились эти деньги. Дальше они работают на нас, люди зарабатывают, получают. Насколько я понимаю, мне кажется, это все так. Благоприятный инвестиционный климат и благодаря ему предстоящие новые инвестиции внушают твердую уверенность, что развитие экономики Славянского района будет продолжаться. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События». Анатоль, игорь Ваши, игорь Вишневский, игорь Ваши, игорь Ваши, игорь Ваши, игорь Ваши.